друзья всем привет ну это уже самый дешевый samsung на данный момент я имею до именно из современных которые недавно выпустили ну как современных елки-палки из самых свежих самсунгов это пожалуй самый дешевый давайте смотреть что там пришло собственно где я покупал будут ссылки в описании смотрите переходите сколько он стоит его характеристики основные сегодня мы посмотрим как он выглядит мое первое впечатление что я о нем думаю свет тут не помню каким я выбрал цветом по моему должен быть синим кажется синий заказывал да вон коробочка лежит уже коробка симпатичная у меня есть samsung a30 распаковка также отзыв пусть и что у нас это у нас заявление возврат тут у нас рекламный буклетик в общем то ничего интересного так запечатана до запечатана коробочка краткие характеристики что мы имеем 32 гигабайта моя версия гарантия конечно же год тут пломба стоит samsung смотрите коробочка узенькая тоненькая такая слушайте вот неплохо было сравнить ее конечно а 30 давайте-ка я сейчас достану а 30 коробку и мы посмотрим на них вместе а 30 вот он у меня в чехоле включить его наверно запустился не жили разряжен гаденыш слушайте наверно разрядился как же так а нет он не таком голубом цвете давайте покажу вам крутая модель достаточно красивый ну и в общем то недорогой но касаемо этого телефона тут уж совсем бюджет бюджетом друзья ну и коробочки вот так они вместе выглядят а 10 такая знаете более выразительно но поменьше по размерчику меньше смотрите как все это вместе ну и что еще у нас тут так процессор восьмиядерный экран 6 2 дюйма hd плюс по моему супер amoled могу ошибаться да вот я тут подсмотрел немножко экран инфинити 6 2 дюйма hd плюс супер amoled ну и цена меньше десятки раз мы посмотрим на качество я надеюсь что качество будет хорошее ну блин друзья это samsung у них самые лучшие дисплеи на рынке это я вам говорю как вот владелец samsung galaxy s10 на который собственно я прямо сейчас и записываю оперативной памяти 2 гигабайта поддержка 2 sim и микро sd давайте вскрывать смотреть что там внутри пломбочки придется мне конечно же разрезать коробка выдвигается надпись samsung отлично и как там посмотрите сейчас какой будет шикарный дисплей у а32 аккумулятор 3400 безграничный экран весим карты micro sd до 512 гигабайт поддержка шикарный дисплей рекомендую ссылки в описании будет на этот телефон на этот телефон и конечно же на redmi 7 мы сейчас и как раз таки сравним потому что вот это конкретный просто конкретнейший его конкурент друзья цена одна и та же ну как она это же по-моему redmi 7 сутки дешевле если брать на алиэкспресс и ссылка в описании у меня такой вот вот таким вот цветом симпатичным градиент я думаю возможно имеет смысл его запустить посмотрим у кого лучше дисплеечку сравним заодно внешний вид посмотрим вот такая коробка к это дешманская samsung что нам тут поклали зарядочку давайте вам покажу поближе характеристики 5 вольт 1 ампер всего ну как бы не знаю так аккумулятор не сказать что емкий всего-то 3400 но тем не менее хотя бы полтора было надеюсь будет быстро заряжать мой микро юсб наушников нет где наушники сим-карты будем доставать ну что вы туда вот запихнули скрепочку вот такая вот скрипулька сейчас она нам пригодится но в конверте я так понимаю чехла я не найду не пленки не чехла да ну-ка пусто буклетики да не пленки не чехла вам вот так вот друзья расстройство печаль к что у нас там по редмику иди сюда по редмику у нас яркость на всю отлично вот он редмик сейчас мы будем сравнивать их прямо вот лоб лоб и так samsung запечатан в такую пленочку смотрите ну тут язычок естественно он будет пластиковый у меня такой глубокий синий цвет телефон небольшой а вот он еще один язычок вот за него ты надо тянуть по ходу чтобы его распаковать все-таки глянец он глянцевый мне это не очень нравится сейчас все телефоны глянцевые никуда от этого не деться по краям еще тут защита а торцы заклеены также вот этой вот клейкой пленочкой ну-ка как тебе еще тут собрать вот так честно говоря samsung молодцы что они заклеивают от торцы полностью по торцам где пленка и транспортировки не должен повредиться единственное что ее снимаешь она к тебе прямо пальцем прямой приклеивается неприятно зато приходит целости сохранности но клей клей остается на первый взгляд смартфон тоненький сразу заметно достаточно тонкий я думал будет смотреться очень дешево на самом деле нет смотрится неплохо и он нафиг эти и мэй нам не нужны вот сюда их чпок и вот перед нами предстает пластиковый корпус samsung а 10 вот так что поверну динамик находится на тыльной стороне здесь надписи еле заметные камера одна фото вспышка а вот если сравнивать с ридми контан две камеры вот так вот они смотрятся samsung чуть чуть поменьше пониже более черный дисплей на самсунге выключенном состоянии давайте запускать здесь каплевидный вырез уже модный всем всем так полюбившийся снизу у нас micro usb отверстие под наушники микрофон сверху у нас вот это что за отверстие не пойму шумоподавление по ходу кнопочки пластиковые по правой стороне качель громкости плюс-минус и кнопочка включения не дребезжат не болтаются ну и по левой стороне у нас лоток от сим-карты который мы сейчас заглянем о ты смотри какая красота хотите сразу две сим-карты ставите карту памяти со своей музыкой сериалами фильмами что да ладно маленький компактный тоненький симпатично смотрится дешево стоит далее дисплей супер amoled с капелькой очень бюджетный смартфон шрифты мне пока нравятся давайте я сейчас проведу первоначальную настроечку и мы с вами продолжим а теперь вот еще хочу кстати показать давайте-ка я вам покажу продемонстрирую три смартфона рядом samsung a30 redmi 7 и samsung a10 вот так они вместе смотрятся с тыльных сторон голубенький все три пластиковых голубенький красненький градиент ну и такой синенький samsung все глянцевые все царапаются так что чехол вам помощь очень плохо что samsung не положили его в комплект беда бедой смартфон загрузился но удивил во-первых оцените дисплей посмотрите дисплей сочный красивый яркость достаточно боюсь что ритм 7 ему явно может проиграть что по яркости что по цветопередаче причем какие все-таки тоненькие рамочки по краям отступы такой знаете элегантный вид смотрите каплевидный вырез какой камерка вот посередке там вверху над камерой расположена решетка разговорного динамика дисплей как видите на полную яркость отлично порог отличный что по яркости в самом высоком положении что в низком глаза не будет выжигать ночной режим ну-ка фича просто убойная конечно редми вам такого не предоставить все-таки черный цвет super amoled все шикарно смотрится очень неплохо друзья вид шикарный рекомендую там где я покупал приходите по ссылке в описании заказывайте доставка заняла буквально я вчера заказывал сегодня мне уже привезли привезли прямо к порогу дома то есть мне позвонили заранее запутся и курьер мне его доставит еще хочу отметить что я заметил вот он вроде глянцевый но не такой зеркальный как оба вот этих два смартфона что лежат ниже он такой немножко матово глянцевый кнопки биксби нет можете радоваться друзья это победа вы сравните все-таки яркость на самсунге мне кажется немножко повыше здесь как-то оттенок более синеват и надо в настройках еще полазить здесь более теплый более желтоватый оттенок хотя я могу ошибаться пишите в комментариях но обратите внимание на отступы сверху снизу на передней панели samsung смотрится более элегантно более симпатично на капельку посмотрите верхняя часть панели отступ в районе каплевидного выреза самсунга конкретно тоньше уже также дела обстоят практически по краям чуть-чуть потоньше снизу подбородок также меньше ну и сам смартфон меньше не забывайте про преимущество redmi 7 это 4000 миллиампер батарея и snapdragon установлен это игровой смартфон здесь все-таки exynos надо будет тестировать как он игрушки потянет думаю все равно в играх будет похуже по производительности он будет уступать и redmi 7 это однозначно ну еще раз самсунгом передняя панель давайте сравним цветопередачу почти одинаково и давайте вот так вот еще окей вот так видно что а 30 поярче а вот цветопередача одинаково я особо разницы не вижу между full hd и hd только вот если подносить очень близко тогда возможно вы заметите какую-то пикселизацию вот так конечно но samsung молодцы великолепный дисплей здесь установлен цветопередача просто от ас обычные стандартные обои самсунга я пожалуй оставлю все как есть а еще что хочу так это вот убрать с экрана еще можно переместить вот так ну что давайте в youtube угол сервиса все на месте ну и что-нибудь сейчас послушаем какой-то музончик чтобы заценить качество и посмотрим картинку громкость так ну динамик звучит пока что мне кажется что дешево по громкости приемлемо все-таки я ожидал чего-то более существенное еще раз перемо . но думаю вы хотите посмотреть картиночку да не зря же я такое выбрал как вы думаете ну давайте посмотрим теперь я звук выключаю под углами картинка не выцветает чуть-чуть есть инверсия под 45 градусов а так принципе очень достойный дисплей мне нравится пишите в комментариях как вам дисплей как по мне очень даже неплохо давайте подмечу что сзади находится динамик и то есть минус все-таки на самом деле когда вы будете класть телефон вышел обычно вот так вот кладете вниз динамиком получится особенно если накрывает бросите особенно если куда-то на диван то перекроется звук по любому можете даже пропустить звонок это не есть плюс тем не менее звучание так скажем мне не очень нравится все-таки стоит дешево звучание достаточно неплохой наверное за такую цену я наверно все-таки придираюсь тем не менее мне не хватает немножко громкости а так качество ну сами слушайте друзья сочный дисплей очень качественный переходите по ссылке подбирайте для себя необходимую раскраску там есть красненькая черненькая по моему белая не знаю вот не знаю вот не знаю точно переходите смотрите но это синий цвет синий цвет я думаю всем подойдет что девушкам что парням думаю вполне себе такой молодежный смартфон очень неплох тоненький тактильно приятен из рук не выскальзывает и особо не заляпывается посмотрите друзья сколько я уже держу еще ни разу не протирал down заляпался но поверьте на слова вот если брать вот этот то тут вообще жить что такое ты это прекращай кратный зум но это неплохо конечно 4 к 3 нам не надо нам надо 916 на 9 совсем другое дело ну-ка как у нас камера не тормозит автофокус срабатывает неплохо по настройкам hdr есть режим камеры способ съемки ттт сброс настройки так что у нас тут еще размер видео фронтальная 16 на 9 на full hd размер видео смотрите 16 на 9 full hd навряд ли сюда 60 кадров завезли но надо будет проверять неплохая камера ну смотрите сами ну и продолжу свою историю итак во второй серии вы уже посмотрите качество фото видео я приведу вам примеры также вы посмотрите тест antutu также вы посмотрите на игровую производительность мы поиграем пап мобайл если он конечно присутствует для этой модели мы поиграем в асфальт 9 или асфальт 8 опять-таки если такая возможность нам предоставится плей маркетом просто понимаете модель очень очень свежая возможно еще игра не оптимизированы поэтому плей маркете вы их не найдете тем не менее я проверю что будет то я загружу и вам покажу вы посмотрите как тут игры ну и сравним конечно же с redmi 7 если его к тому времени не продам он мне уже как бы особо не нужен куда мне солить что ли столько смартфонов так что я рекомендую вам пройти по ссылке в описании заказывать смело заказывайте гарантия целый год вам как положено в обычных магазинах единственное что все-таки подешевле чем вам эти магазин куда не через дорогу так уж лучше я считаю подождал там буквально сутки двое к вам город курьер привезет до самой двери даже выходить никуда не надо нечего вам волноваться как видите на моем примере все это доходит давайте вот три коробочки еще так выложу он красивенько подвожу итоги видео смартфон бюджетный просто антикризисный подойдет как для ребенка как и для себя второй смартфон также для тех людей кто не играет в игры кто не любит переплачивать за какие-то немыслимые характеристики ему достаточно ставить сюда своих две сим-карты ему достаточно сюда поставить свою карту памяти расширение со своей музыкой со своими сериалами чем угодно все это смартфон вам дает более того он тоненький стильненький и с очень качественным хорошим дисплеем super amoled hd plus матрица в хорошего высокого качества здесь посмотреть какая капелька симпатичными но все-таки предпочтительное если вы хотите в игрушки поиграть вам надо большой аккумулятор 4000 миллиампер как здесь вам надо снайп dragon 632 здесь по моему установлен ну или что-то среднее nfc вот вам пожалуйста здесь nfc он там уже 4000 миллиампер батарея уже и игровая производительность неплохая и камеры получше но все же я уже им попользуюсь и вам уже расскажу свое личное мнение об опыте эксплуатации этого смартфона и вы уже окончательно решитесь брать вам его или не брать комплектация единственное что еще конечно немножко бедноватые не наушники вам не пленки ничего хотя бы чехольчик завезли вот так как есть на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал до новых встреч ставьте лайки и дислайки до новых встреч